На территории гимназии номер 5 начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект рассчитан на одновременный прием примерно 300 детей. Строительство ФОКа в рамках государственно-частичного партнерства. Что это значит и каким будет график работ комплекса, узнала съемочная группа нашего телеканала. На объекте идут последние приготовления к заливке фундамента, которое планируется в конце недели. Работает бригада подрядной организации, сварщик и несколько рабочих. Мы сняли верхний плодородный грунт полностью, засыпали пазуки песком, выполнили опалубку, связали армокаркас. И вот сейчас они уже делают дополнительные жесткие распорки, чтобы при заливке фундамента не расперло бетоном. Объект некапитальный. Состоит из фундамента и металлического каркаса, который покроют двухслойным тентом. Общий вес конструкции 19 тонн. Отопление предусмотрено, поэтому манеж будет использоваться круглый год. Из того, что они уже создали, есть опыт сделать помещение, площадку. То, что необходимо по тому или иному виду спорта. Это такие средства, которые могут быть инвесторам возвращены. Это будет универсальный манеж площадью 800 квадратов, из которых 600 квадратов. Это игровая площадка, она будет 32 на 20. И 200 – это АБК, административно-бытовой комплекс. Там будут располагаться две раздевалки, методический кабинет, тренерская и инвентарная. Комплекс универсальный. А это значит, что здесь можно будет заниматься командными видами спорта. Играть в футбол, волейбол, баскетбол. А при желании бросить ковер и, например, побороться. Так как в реализации проекта участвуют инвесторы и государство, то время для занятий поделили. С 8 утра и до 3 дня бесплатно занимаются школьники. А потом жители микрорайона, но уже за плату. Я думаю, что мы будем договариваться, что у нас уже есть группы возрастные, и у нас есть люди или семьи с невысокими доходами. Мы эти вопросы тоже будем обсуждать, чтобы люди эти могли сюда ходить и за какие-то минимальные деньги здесь заниматься спортом. По планам инвесторов объект возведут в ноябре-декабре. Потом будет подано тепло и начнется внутреннее обустройство. Целиком комплекс планируется сдать в первом квартале следующего года. Стороны договорились, что в конце февраля, начале марта он откроет свои двери. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.